После длинных выходных эти люди, как полагается, пришли на работу к 8 утра. Охранники закрыли перед ними дверь, ссылаясь на приказ свыше. Что случилось? Закрытие на карантин или массовое увольнение? Рабочие не понимают. Где работа? Мне 6 лет до пенсии. Куда я пойду? Куда? Кто меня возьмет? Мы же арендаторы, мы же арендуем, мы же арендуем, платим, как положено. Вот сейчас начальник сказал. Мы все платим. Почему нас рабочих не запускают? Почему? Многие сотрудники трудятся здесь десятки лет. Работа стабильная, от клиентов не было отбоя. Но два года назад появились проблемы. У завода три учредителя и три арендатора. Как оказалось, у одного из учредителей налоговая задолженность около миллиарда тенге. Департамент госдоходов назначил реабилитационного управляющего, который заключил договор аренды уже с другим предприятием. Она и для того назначена, чтобы управлять КРМЗ, и чтобы его вывести на реабилитацию. Но не за счет же арендаторов. Она должна вести работу какую-то. А сейчас у нее конфликт, который происходит с тремя рабочими коллективами арендаторов. Которые, в принципе, согласны на те условия, которые были раньше, и даже увеличили сумму за аренду. Значит, она просит, и почему-то управление госдоходов тоже просит, чтобы за те месяцы, которые уже платили, еще дополнительно заплатили порядка 20 миллионов. Непонятно. Как это провести по бухгалтерии задним числом? Как мне говорят директора? Как это все сделать? Не пускают людей на завод по указу новой управляющей аллеи Телегеневой. Длительные переговоры с потенциальными арендаторами действенных результатов не дали. И, значит, было принято такое решение. А почему они посторонние, если они здесь сотрудники? Они не сотрудники завода. Это трудовой коллектив, который вы сегодня увидели за территорией завода, является работниками других юридических лиц, ранее арендовавших данный имущественный комплекс. Договор с новым арендатором учредители сейчас оспаривают в суде. При этом они готовы увеличить сумму аренды. Возможно, это поможет им вернуться на рабочие места. Полина Малюкова, Манкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжение следует...